Добрый день, дорогие друзья! В этом видео я покажу вам наши покупки из Вьетнама, из города Нячанга. Сделаны в октябре 2019 года. Мы купили много кофе в этот раз. Арабика. Смотрите. А. Рабуста. Р. Видите, разный кофе. Стоит такой кофе 100-120 тысяч. Это во вьетнамских донгах. Цены. Нужно убрать 3 ноля. И если 100 тысяч стоит, 3 ноля убираем, остается 100. Умножаем на 3. 300 рублей получается. Полкило. Вот эта пачечка полкило. 500 граммов. Также мы купили кофе вот такой марки. Арабику, лабусту и кофе вот такой арабика. Этот кофе подороже. Самый дешевый кофе, который мы приобрели, это по 65 тысяч. 65 надо умножить на 3. Вот цена. Это вот кофе Кули. Одна из лучших марок. Стоит не так дорого. Покупали мы на рынке. 500 граммов. Привезли мы и кофе вот такой. Также чай. Вьетнамский. Зеленый. И чай вот этой марки. Это очень великолепный чай. Мы его привозим уже не первый раз. Нам он очень нравится. Привезли мы много пачек агар-агара. Это восхитительный продукт. Мне больше нравится использовать приготовление желе, а также мармелада. Все-таки агар-агар, чем желатин. Вот здесь 30 граммов в этой пачке. 30 граммов. И агар-агар у нас здесь вот в таких полосках. Не в порошке. Стоит он 12 тысяч. Получается 12 умножить на 3. 36 рублей российских за 30 граммовую пачку. Как я им пользуюсь? Делю так визуально приблизительно на глазочек, на 4 или на 5 равных частей. Совершенно на глаз. Заливаю водичкой. Постоит кипячу. Чем кислее у меня ягоды, которые я использую в приготовлении желе, то тем больше нужно агар-агара. Так что можно разделить на 4 или на 5 частей. И приготовить мармелад. Кипятишь, помешиваешь ложечкой, и он растворяется. Этот агар-агар изготавливается из водорослей. Очень полезный продукт. Когда поступает в организм агар-агар, то клетки нашего организма формируют коллаген. Он используется организмом для восстановления суставов, хрящей, а также кожи. Из Вьетнама стоит привозить и какао. Вот эта пачка полкило 35 тысяч. 35 нам надо умножить на 3. Получается 105 рублей. Вот эта 50 тысяч стоит пачка какао. Эта пачка какао тоже весит 500 граммов. Получается 150 рублей за полкило. Мы заплатили. Привезли мои конфеты. Конфеты я сейчас вскрою. Еще мы привезли кофе G7. Здесь 21 пакетик. В каждом пакетике 16 граммов кофе. Чем этот кофе удобен? Здесь уже есть сахар и кокосовое молоко. Кофе удобно пить в дороге или, например, по утрам. Три в одном бывает и вот в таком оформлении. Это тоже G7. Мы его пили там в отеле по утрам. Также мы привезли и кофе G7 растворимый. В пакетиках по 2 грамма. 2 грамма. Этот кофе без сахара и без молока. Привезли мы также и конфетки из Вьетнама, из Мичанга. Два вида конфеток. Вот сейчас вскроем, попробуем кокосовую конфетку. Вот такие кокосовые шарички. Сейчас посмотрим второй вид конфеток, из манго. Также в Мичанге мы купили еще конфетки из манго. Тоже они приготовлены из сока, фруктов с добавлением агар-агара. Вот такие конфетки. Конфетки стоят, кокосовые мы купили за 55 тысяч, получается. 165 наших рублей за килограмм. А эти конфетки по 60 стоили тысяч. Получается чуть подороже. 60 надо умножить на 3. 180 получается. Вот такие конфетки. Эти с манго стоят 180 рублей за килограмм. Купили мы ирисовую бумагу. В этот раз листики у нас квадратные. Я очень люблю готовить роллы с разными начинками овощными, преимущественно с травками зелеными. Вот у меня есть такая бумага и такая. Стоит она 15-20 тысяч. Умножаем на 3. Купили мы и зубную пасту. Сейчас я покажу два вида зубной пасты. Зубную пасту мы покупали на рынке. Вот эту со специями. Вот здесь есть состав. Правда, он на вьетнамском языке. Сейчас мы откроем один тюбичек и посмотрим цвет зубной пасты. Ну, цвет вот такой у нее, зелененький. Запах очень приятный. Пряными травами пахнет. Так. И зубная паста вторая. Она у нас с углем. Углем-бамбуком. Вот она в коробочке. И вот я уже освободилась от коробочки. Это паста черного цвета. Почти что черного. Темная паста. Эту пасту мы уже не раз привозили. Она нам очень нравится. Хорошо очищает полость рта и зубы. Вот эта паста зубная стоила 30 тысяч за тюбик. Получается 90 рублей. Каждый тюбик. Но надо было покупать 2 и мыло в подарок. В этой упаковке у нас с углем 180 граммов. С углем-бамбука. Вот эти коробочки поменьше. Здесь всего 100 грамм. Стоит она 35 тысяч. А вообще в магазинах Сапфир я ее видела по 45 тысяч. Мы на рынке купили. Ксом мой. А это купили в Лотемарт. Была скидка на эту пасту. В Сапфире они дороже. В Сапфире мы купили масло кокосовое. По 32 тысячи. За пол-литровую бутылочку. На рынке просят 40. Дешевле не продают. Не уступают. Вот эти маленькие бутылочки. Стоит 18 тысяч. Здесь 250 миллилитров. А здесь 500 миллилитров. Кокосовое масло. В разной упаковке. Там бывает оно разного и качества. Это масло экстра-виржин. Коконат ойл. Именно экстра-виржин, коконат ойл мы и хотели приобрести. Это для косметических целей. Кокосовое масло. Хорошо подходит на подарки. 18 тысяч это получается натрий. 54 рубля. А это 32. Это умножить надо на 3. Привезли мы также и подросли нори. Для приготовления суши. Мы очень любим суши готовить сами. Для этого лишь нужно купить самый дешевый рис. Круглый. Который после приготовления будет вязким. 22 тысячи 66 рублей стоит пачечка такая. Очень хороший продукт. Очень необходимый. Все русские покупают во Вьетнаме орех макадамия. Он продается там весовым. Упаковывают его либо в пластиковую баночку. Либо вот в такую пачечку. С вот такой вот застежкой. Эта манго стоила 150 тысяч. 450 рублей за килограмм. Там есть разные цены. Есть и за 100. Все зависит от качества во время приготовления. Во время высушивания доли к манго. Мы купили килограмм. За 150 тысяч. Орех макадамия продают чаще всего весовым. Или упакованным вот в такие пакетики. Либо в пластиковых баночках. Наш орех был в пластиковой баночке. Мы от нее освободились. И там был в баночке еще вот такой ключик. Для того, чтобы можно было ставить вот в эту трещинку в орехи и скрыть его поудобнее. Орех макадамия считается королевским орехом. Самым дорогим в мире и очень полезным. Стоит он 200 тысяч. 600 рублей за один килограмм. У нас продается орех макадамия 850 рублей. А во Вьетнаме в Нячанге 600 рублей килограмм получается. Дешевле не уступают. Ну что, стоит ли его везти? Может быть и не стоит, но мы все же полкило привезли. Подумали, что там будет он наиболее свежим, чем если бы мы купили его здесь. Также мы привезли ром. Ром там продается с различными вкусовыми добавками. Например, с какао или кофе. Мы приобрели шоколад и вот такой ром. Это 65 тысяч стоит. Умножаем на 3. Получаем сумму в рублях. 65 умножаем на 3. Это около 200 рублей за одну вот такую бутылку. Провести может один человек две бутылки рома. Так что мы воспользовались своими возможностями. Привезли шоколадный и вот такой ром. По 200 рублей на наши деньги. Когда мы бываем во Вьетнаме, стараемся привозить оттуда куркуму. Вот такой желтенький порошочек, корня куркумы, мы пересыпаем в баночку и принимаем по утрам. По одной чайной ложечке. Запивая водичкой, можно вскипятить молочко с куркумой. Тоже будет очень вкусно и очень полезно. Также мы привезли грибочки шиитаки. Стоят они во Вьетнаме примерно на наши деньги получается 750 рублей. Мы увидели это на рынке чё-дам по 250 тысяч во вьетнамских донгах. Привезли мы из Вьетнама еще и сухое кокосовое молоко. В этой пачке 50 граммов. Во вьетнамских донгах эта упаковочка стоит 45 тысяч. Я добавляю его, этот порошочек из сухого кокосового молока в кофе по утрам. Этой пачке хватает, ну, может быть, на неделю где-то. Пару чайных ложек примерно я добавляю. Здесь вот в этой упаковке 10 вот таких 50-граммовых пачечек. Вот это все вместе стоит 45 тысяч. Также мы привезли множество медикаментов из Вьетнама. А именно Виасол, таблеточки от кашля. Они были в коробочке, вот в этой коробочке. Посмотрите, пожалуйста. Приготовлены эти конфетки от кашля из растений. Здесь используем корень имбиря, а также лимон, эвкалипт, корица. Мы купили эти леденцы от кашля во вьетнамской аптеке за 45 тысяч во вьетнамских донгах. А вот эти конфетки от кашля, тоже леденцы, мы купили по 8. Вот одна такая пачечка, за нее мы оплатили 8. И вот купили несколько таких пачечек от кашля. Также мы привезли вот это вещество. Там есть инструкция, правда, на вьетнамском языке. Это помогает при головокружениях, обезболивающее. Даже при укусах комаров можно пользоваться. При головной боли и простуде. Кобра-таксан, разогревающая мазь, с ядом кобры, 24 тысячи стоит. Вот за эту мы оплатили 15 тысяч. Тигровый бальзам во вьетнаме стоит 18 тысяч. Это мы в Сапфире приобрели. Кедермфма, это стоит 11 тысяч. Но в Сапфире стоит 15 тысяч. Поэтому мы нашли потом в обычной вьетнамской аптеке по 10 тысяч. То есть по 30 рублей. Пачечка маленькая. Дюбечки 5 граммов. Купили мы вот такую бакса хакмазь 35 тысяч. Во вьетнамских донгах. Бальзам вьетнамская звездочка. Бывает 32 тысячи, 34 тысячи. Вот такие баночки. У нас еще с прошлого раза осталась мазька. Но мы все равно прикупили. Вот эта мазька тоже очень интересная. Тоже мажут и суставы ей. И при простуде используют. Вот это аналогично. Вот этому веществу. Также мы купили тайские мази. Во Вьетнаме можно купить как корейского производства, китайского, так и тайландского производства. Различные зубные пасты и мази и косметические средства. Это мы видим бальзам. Тайский со скорпионом. А это разогревающие от простуды написано. Также можно эту мазь применять при укусах насекомых, например, комаров, а также суставы мазать и при простуде. Аналогичное действие и вот этой мази. Купили мы также маслице. Маленькие бутылочки. Тут есть состав на английском языке. Это орех макадамии и жир питона с витамином Е. Эти бутылочки в сапфире стоят 10 тысяч. Получается 30 рублей на наши деньги. Но мы купили их во вьетнамской аптеке по 6 тысяч. 6 умножаем на 3. 18 рублей получается. Привезли мы также еще и кокосовое масло для кулинарных целей. Вот я им уже пользуюсь. У нас она застывает. Температура плавления этого кокосового масла 26,5 градусов. Значит, у нас в квартире сейчас чуть пониже температура, поэтому масло загустело. Когда мы его покупали, оно выглядело как вода. Это масло кокосовое для кулинарных целей. Я считаю, что из Вьетнама стоит привозить также и ингаляторы. Вот они разные бывают. Стоит такой ингалятор 8 тысяч. Во вьетнамских донках, в российских рублях 24 рубля. А этот будет еще подешевле ингалятор. Мы в Сапфире покупали эти ингаляторы. В дороге, чтобы сократить время, чтобы оно не так тянулось, когда идет регистрация, посадка в самолет, я взяла с собой крючочек и ниточки. И связала вот такие чехольчики для мобильных телефонов. Из разных ниток. Вот это у меня хлопок мерсеризованный. А это с эффектом шелка. Ализе Дива Силки эффект. Ну вот, пожалуй, и все, что я хотела сегодня показать в этом видео и рассказать.